Так выглядит взрослый коричнево-мраморный клоп. Вредитель был завезен из Америки, поэтому не имеет естественных врагов в нашей местности. Насекомые пожирают более ста видов растений, в том числе плодовые деревья и ягоды. Клопы активизируются с наступлением тепла. Тогда их можно заметить на стенах зданий и окнах. В Анапе пока ситуация спокойная, но угроза на пороге. Колония клопов уже обнаружена в соседнем Новороссийске. Буквально позавчера в очаге, который фиксировался уже с конца прошлого года, смотрели, как клоп перезимовал, отковырнули штукатурку. И там их просто огромное количество. Там их даже не десяток и не сотни, а практически по тысячу. Ну и вот, чтобы не допустить такую ситуацию в Анапе, естественно, мы привлекаем внимание жителей города, жителей всех населенных пунктов к тому, чтобы вовремя обнаружить этот объект. По словам специалистов, осталось чуть больше недели до того, как клоп начнет массово активизироваться. За это время необходимо найти их укрытие и уничтожить колонии. Взрослые особи не восприимчивы к яду, поэтому лучший способ – механический. Вот именно сейчас, в настоящее время, пока он находится в паузе, под досками, на чердаках, под сайдингом. То есть он ищет укромные места на зимовке, и он сейчас там зимует. Вот надо везде смотреть вот эти укрытия все, там его счищать, собирать там веником, пылесосом или еще каким-то образом, и уничтожать. Его нужно уничтожить, или сжечь, или раздавить, или любым образом уничтожить. Ну и, конечно, проинформировать администрацию. Вот там наши телефоны везде есть, Ростехосцентр, Ростехоснадзор. Вот все информировать, потому что, если вот его оставишь, он будет размножаться дальше в геометрической прогрессии. В Анапе ситуацию держат под контролем. Для этого создан специальный координационный центр. Выездные комиссии проводят проверки дворов в сельских поселениях, ведут разъяснительную работу с местными жителями. В центр вошли у нас все структуры. Это ветеринарная служба, это Россельхозцентр. Вошло наше управление сельского хозяйства. Дополнительно у нас организованы штабы на территории всех 10 сельских поселений. На территории Анапы пока не установлено таких фактов. Но мы продолжаем работу в данном направлении и занимаемся этим вопросом плотно. Коричнево-мраморный клоп будет активен до октября. Как показывает статистика, в Анапе пока не было допущено ни одной вспышки. Сотрудники Россельхоза надеются, что и в этом году город-курорт сумеет дать отпор вредителю. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.